Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев присоединяется к нашему эфиру. Геннадий Леонидович, приветствую. Здравствуйте. Геннадий Леонидович, как вы считаете, зачем это оккупантам? Что оккупантам дал этот поджог? Возможность поднять вопрос на заседании Совета безопасности ООН. В очередной раз сказать, какой преступный режим в Киеве, что он не остановится ни перед чем для того, чтобы достичь собственных целей. Ну а чтобы что, кроме сотрясать воздух? Ну то есть подобные заявления звучали из ртов представителей Российской Федерации, террористического государства, множество раз. И каждый раз воспринимались одинаково. Ну мол, о чем вообще идет речь? О чем вы говорите, представители РФ? Это ложь абсолютная. То есть им никто не верит. Зачем продолжать это? Не, ну почему нельзя сказать, что никто не верит? Ну верят же, допустим, там вот эта хунта в Мали, или не меньше хунта в Нигерии. Ну вот там, да, вот мир. Мир это же не только Европейский Союз, это не только страны британского содружества, это не только Соединенные Штаты, это не только Украина. Но и целый ряд государств, которые бесконечно далеки от Украины, от войны с Украиной. И им нужны определенные методички для того, чтобы им следовать в надежде получить какую-то подачку из рук руководства Российской Федерации. Ведь это же не просто так голосуют за всевозможные резолюции Российской Федерации одни и те же государства, которые очень сложно найти на карте мира. Но тем не менее, которые голосуют так, как им выгодно. Поскольку не имея природных ресурсов, не имея собственной промышленности, не имея каких-то источников дохода, такие государства имеют место в Организации Объединенных Наций. И это место используют во благо своего государства и своего личного. Поскольку не секрет, что во многих этих государствах при власти находятся тоталитарные режимы, которые устанавливают знак равенства или знак тождества между государственными бюджетами и собственными банковскими счетами. Поэтому и звучат на всех международных площадках, на встречах со всевозможными организациями, которые даже на территории самой Российской Федерации признаны террористическими, но тем не менее, которых встречают, принимают и разговаривают с ними в коридорах власти. Все эти обвинения Украины безусловно бездоказательные, но тем не менее, достаточные для того, чтобы и этим режимам, и самому Владимиру Владимировичу не было стыдно за то, что они делают на своих территориях со своими гражданами, со своими государствами. Чисто теоретически, а может быть даже и практически, пожар, устроенный в градирне на ЗАЭС, мог нанести значительный ущерб самой атомной электростанции? Не-не-не. Ну, что такое градирня? Это такой себе гиперболоид, то есть конструкция внутри, не имеющая абсолютно ничего. То есть внутри там гореть нечему, если туда чего-нибудь не нанести и не складировать там внизу. Но как только там что-нибудь поджечь, то благодаря конвекционным процессам все это благополучным образом и создаст вот такую прекрасную, такую замечательную картинку, которая может привести в ужас любого гражданина, любой страны, которой неизвестно, что такое атомная электростанция, и которой неизвестно, которым неизвестно, что такое градирня, для чего она используется. Ведь эта конструкция, она используется всего лишь для охлаждения воды и все, или воздуха, или каких-то, ну вот если речь идет, допустим, об электростанциях, то об охлаждении воздуха или для охлаждения воды. Собственно говоря, может использоваться и так, и так, в зависимости от того, какая цель преследуется в технологическом процессе. То есть это никакого отношения ни к системах охлаждения атомных реакторов первого контура системы охлаждения, ни к самим атомным реакторам не имеет абсолютно никакого. Но выглядит, безусловно, эпично, и мне вот этот вот столб дыма, поднимающийся над градирней, почему-то напомнил знаменитый авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов», который точно так же чадил, проходя по Средиземному морю. Кстати, да, действительно есть сходство значительное. Окей, то есть это тоже, да, можно считать одной из целей оккупантов. Видимо, топливо тоже самое было. Топливо, ну да, может быть. Думаете, он на покрышках работает? Не исключаю, кстати, российские технологии. То есть это одна из целей оккупантов? Больше паники навести, да, то есть создать видимость техногенной катастрофы очередной. Хотя они прекрасно справляются непосредственно с созданием самих техногенных катастроф. Отвлечь, собственно говоря, от действительно интересных событий, которые происходят в Курской области. И вот если, ну, всем аналитикам, исходя из их работы, просто необходимо время от времени заглядывать в те каналы, на те каналы, которые при любом другом раскладе заглядывать абсолютно не хочется. Вот, но вот если все-таки заглянуть, то можно увидеть, что из Курской области новостей практически нет. Зато очень много новостей, вот связанных в том числе и с вот этими вот действиями преступного киевского режима, который поджег что-то или там атаковал снова запорожскую АЭС. Вы смотрите, какие столбы дыма поднимаются. Вот, это же опасно, это очень опасно для ядерных реакторов, которые вот там вот рядом находятся. А вот если бы вот это все попало еще и в конструкцию этого ядерного реактора, вот представляете, что было бы. А вы тут что-то, тут про Курскую область какую-то. Вот же, там же ничего оттуда, никакого дыма не поднимается над ней. И вообще никаких, их там нет, там никого нет. Ну, 300 человек украинских войск зашло, 2300 человек украинских войск там ликвидировано. Вот, ну, видимо, по нескольку раз приходится убивать. Ну да. ДРГ, по-моему, так изначально называли все там происходящее. А, нет, извините. Ситуация с прониктовением ДРГ. Вот оно как. Окей, что вообще сейчас на ЗАЭС происходит? Какая там обстановка? Я понимаю, мало информации оттуда поступает, но тем не менее, все-таки есть и представители МАГТ, если не ошибаюсь, на местах. Да, вся информация, безусловно, более-менее объективная поступает от инспекторов МАГТ, которые присутствуют на этой станции. В целом, радиационная обстановка нормальная. Охлаждение всех шести реакторов, которые находятся в режиме холодного останова, нормальное. Уровень воды в прудах-охладителях достаточный, несмотря на жару. Ну, единственное, что инспектора постоянно говорят о том, что их не допускают в те зоны на территории Запорожской АЭС, которые им бы хотелось посетить. И таких зон там достаточно много. Второе, на что они указывают, это на то, что территория вокруг Запорожской АЭС очень сильно заминирована. И насколько им представляется, не только противопехотными минами, но, безусловно, на самой станции присутствует не только персонал, но и военные, что недопустимо, и некие посторонние люди, которые не принадлежат к персоналу станции. Безусловно, это нарушение всех норм безопасности, которые установлены МАГАТЭ. Но, к сожалению, кроме констатации этих фактов и принятия постоянных резолюций, управляющих МАГАТЭ, дело не продвигается. То есть, опять же, мы видим, что технические специалисты качественно выполняют свою работу, указывают на те бутылочные горлышки, там, ботлнекс, те места, на которые необходимо было бы обратить внимание для того, чтобы обеспечить безопасность. Но бюрократическая верхушка, не исключено, что подкармливаемая, в том числе и из Москвы, делает вид, что ничего страшного не происходит. К сожалению, это следствие той бюрократизации, которая произошла со многими международными организациями и на которые еще до войны неоднократно обращало внимание тогда еще не военно-политическое, а просто политическое руководство Украины, настаивая на том, что международные организации следует быстро реформировать, чтобы не получить то, что в результате и произошло, в полномасштабную войну в Европе. Ну да. Геннадий Леонидович, спасибо большое. Спасибо за вашу оценку ситуации, спасибо за предоставленную информацию. Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея», присоединялся к нашему эфиру. Благодарю. Продолжение следует...